Авторское телевидение Добрый вечер, дорогие друзья и коллеги. Вы вновь в передаче «Что делать?». Я ее ведущий Виталий Татьяков. И сегодня мы обсуждаем тему, которую однажды, год примерно назад в нашей передаче, обсуждали в нескольном ракурсе. Это тема «Будет ли создан Евразийский союз?». Год назад мы говорили о Евразийстве как идее. Сегодня тоже, наверное, ее коснемся. Но мне хотелось бы сегодня больше сосредоточиться на конкретном политическом проекте Евразийского союза. Некоторые его, правда, называют евроазиатским. Прежде всего потому, что среди сегодняшних моих гостей есть автор этого проекта, президент Казахстана Нуршултан Назарбаев. Здесь все специалисты в этой области, они помнят этот проект 1994 года. Тогда его Россия отвергла. Я бы сказал, проигнорировала скорее так, ну, что фактически отвергла. И у меня вопрос ко всем для короткого ответа. Почему, как вам кажется, этот проект был отвергнут России тогда, Дженгис Тарикулыч? Мне кажется, произошло это из-за того, что мы сами все вместе взяты, и прежде всего сама Россия и общество, были еще не готовы к восприятию, к осознанию, к осмыслению вот этой идеи, этой концепции Евросоюза. Но вот время идет, и чем дальше, тем больше нарастает убеждение, что это один из главнейших направлений нашего совместного бытия в будущем. Это вот мое пока что короткое. Мне кажется, важно вспомнить историческую обстановку десятилетней давности. Почти десятилетней давности. Заключены Беловежские соглашения, Советский Союз распался, и в России существовала своеобразная эйфория независимости, эйфория избавления от пут Советского Союза, тоталитарного прошлого, и любой возврат к этому прошлому форме какого-то союза, естественно, отвергался находящимися у власти демократами. Поэтому каких-то интеграционных механизмов в России, интеграционных настроений в то время не было. И сама идея евразийства, на мой взгляд, находилась где-то на задворках. Лишь позже, с развитием национального самосознания, с развитием интеграционного мышления, эти проекты стали получать большее обоснование и большую популярность в своей российской элите. Я думаю, что тогда правящая элита в Кремле все-таки идентифицировала себя преимущественно как атлантисты. Это не всегда откровенно демонстрировалось, но, в принципе, говорилось так, что официальная Россия, новая Россия, устремляется на Запад, тем самым отрывается от Азии, значит, и от Евразии. И вот с этой точки зрения, естественно, спешили туда, в европейский дом и подальше от азиатского. И вот за этой геополитической идентичностью элиты, правящей тогда в Кремле, стояла, конечно, и социально-политическая идентичность нового государства. Откровенно говоря, это новое государство Российской Федерации идентифицировало себя как государство собственников. Я думаю, это не совсем удачная была идентификация. Это государство оказалось некому любить. Бедные его не любят, потому что не узнают себя в его политике. А бедные, богатые, по-прежнему смотрят на Запад, и не доверяя, все-таки продолжая не доверять этому государству. Поэтому, я думаю, пора реинтерпретировать социально-политическую идентичность Российской Федерации, а заодно и вернуться к идее Евросийского Союза. Я полагаю, что замечательные и судьбоносные идеи уважаемого президента Назарбаева просто в то время, в 1994 году, конечно, легли на совершенно неудачную почву в России, поскольку тогда действительно, на самом деле, была, на мой взгляд, другая власть. За это время власть в России сменилась. Она изменила свой геополитический вектор. Я думаю, что с приходом Путина вектор от такого радикального проамериканизма и радикального атлантизма все-таки значительно поменялся в сторону национальных интересов России, а это значит открытость к нашей судьбе, к нашей истории, к нашим стратегическим интересам. И именно с приходом Путина инициативы уважаемого господина Назарбаева стали рассматриваться в Кремле, на мой взгляд, всерьез, что и, в общем-то, воплотилось в создании Евразесса. А это, в общем-то, уже шаг к Евразийскому Союзу. Если назвать одну причину, а их было очень много, то это отсутствие воли политической, потому что в условии их распада тогдашнего продолжавшегося инерции, распада уже возникшей, распада во всем, в экономике, в политике, в культуре, в идеологии, нужна была колоссальная воля политическая, чтобы что-то создать, что угодно создать, не только в Российский Союз, но и в России, и в других государствах бывшего Советского Союза. А дальше много причин, личные причины, институциональные причины. Не было вот такой заинтересованности в том, чтобы эта идея стала какой-то решающей, основной, судьбоносной, если угодно. Ну что, Таня Бешевна, ну вот вы услышали разные интерпретации, почему проигнорировали тогда вашу идею. У вас-то есть ответ на этот вопрос? Действительно, очень хорошие были, интересные ответы. Они дают ответ, но я бы хотел, Виталий Товьевич, сказать, не согласиться с тем, что Россия отвергла. Проигнорировала. С этим выражением. Вы сказали, отвергла, проигнорировала. Если бы проигнорировала, Россия не была бы одним из членов тогдашнего таможенного союза, который начинался после этого, Евразия. Я хочу чуть-чуть вернуть вас к 93-му году, когда я вовсю бился с руководством России, чтобы не выталкивали республики с единой рублевой зоны. Сегодня, выступая на экономическом форуме в РАЗе, сказал о том, что к 11-му году мы должны прийти к единой валюте, если мы хотим сотрудничать по-нормальному. А в 93-м году три заявления мои с Эльциным, что Казахстан останется в рублевой зоне, с Черном Ирдиным. Однажды в августе приезжает Александр Шохин, говорит, Мурстанович, зачем тебе в этой болтающейся, неизвестной, куда катящейся России находиться в одном вагоне? Я говорю, подожди, слушай, ты в каком правительстве работаешь вообще, заместителем премьер-министра? И тогда, в 93-м году, в ноябре, вместе с Узбекистаном договорившись, мы ввели впервые национальную валюту. Это была большая трагедия. Разорвалась экономика, мы все стали осколками единой экономики. Тогда я, естественно, посоветовавшись с президентом России, потому что без России это не могло быть, принес в начале 94-го года этот модельный проект, который назывался Евразийский союз. Но фактически это был план создания конфедерации. Фактически это было очень быстрое создание Западноевропейского Союза, я хотел бы сказать. Ну, по западноевропейской модели, да. Учитывая, они еще 50 лет, а у нас была общая история, общая территория, общая экономика, общий язык, общие деньги. Мы могли бы прийти, если бы у нас была воля. Но тогда многие просто не хотели более жесткой, нормальной интеграции. Каждому, и Украине, и Белоруссии, и Центрально-Азиатским, думалось, что вот сейчас мы освободимся, у каждого из нас столько ресурсов, столько богатств в стране, завтра будем процветать, и все наши народы будут жить предпеваючи. Наверное, вы правы в том плане, что нужно было время дать каждому государству, во-первых, стать по-настоящему независимым, во-вторых, укрепить свою экономику, и говорить с позиции нормального государства, которое вообще есть. Вот я считаю, в этом был принцип, почему не развивалось, и мне, я не склонен обвинять кого-либо в этом вообще. Процесс интеграционный, особенно большое сближение, требует большого времени. Я рад, что все эти 9 лет евразийское сотрудничество не сходило со сторонниц газет, из уст политиков, которые говорили. Оно привлекательно. Например, мне задавали этот вопрос Болгарии, что это такое. Мне задавали монголы, что это такое, как мы можем туда вступить. И Месяч в прошлом году, хорватский президент. То есть поравляли большой интерес. Все дело было в том, чтобы нам в этом таможенном союзе, а в 2000 году Международная организация Евразийск, показать вступление туда выгодного вам. Нам этого не удалось, и сейчас пока не удается достигнуть. Хотя Евразийск сегодня самое продвинутое интеграционное объединение в рамках постсоветского пространства, где 65% тарифов согласованы. Теперь давайте обсудим всю эту политическую конструкцию. Я вижу это как политический, вполне конкретный проект, который соприкасается терминологически с довольно старой же идеей евразийства, которая в течение 20 века, начиная с 20-х годов, по крайней мере, активно развивалась и какое-то новое дыхание получила в последние годы. Как каждый из вас представляет эту конструкцию Евразийского союза, конфедерации? Это восстановление или это в какой-то форме прежнего Советского союза? И как это соотносится с евразийской идеей? Я поддерживаю высказанную мысль, вот, Нурсултану обещаю, что есть модель, которую мы могли бы, так сказать, взять себе, ну, как схему хотя бы. Это европейская, да. Европейский союз, поскольку я там вот пребываю уже не первый год, вижу, собственно, так сказать, все это в натуре, на практике. Мне думается, что европейская модель это достижение истории человечества. Хотите, соглашайтесь, но это наивысшее достижение. Вот так бы всем скомпоноваться, вот так бы всем взаимодействовать, вот так бы всем, значит, понимать, взаимопонимать, как сейчас это в Европейском союзе, в Европе, это было бы замечательно. Но к этому надо быть готовым. И, может быть, вот это десятилетие, которое наши страны прошли, вот, оно уже дает определенные, так сказать, основу, почву для того, чтобы об этом, ну, говорить вслух. Тагеряш, все-таки вы какой-то очень большой оптимист, по-моему. Я хочу заострить наш разговор, передать слово другим участникам, а вот до того процитировать Петра Савицкого, это 20-е годы, 20-го века, один из классиков как раз евразийской идеологии, и он, и другие, в частности, прямо пишут, вот, в его работе «Основы евразийства». Россия и Евразия есть центр старого света. Старый свет понимался, как вот весь евразийский материк. Устранить этот центр и все остальные его части, вся система материковых окраин, Европа, собственно, Европа, Передняя Азия, Ирана, Индии, Индии, Китай, Китай, Япония превращается как бы в рассыпанную хромину. Этот мир, лежащий к востоку от границ Европы и к северу от классической Азии, есть то звено, которое спаивает и в единство их все. То есть, все-таки предполагается, одних это смущает, других привлекает, что центром этого Евросийского Союза, как государственное, межгосударственное образование, будет Россия. Отсюда появляется автоматический образ старого Советского Союза, одних это пугает, других нет. Все-таки в Европейском Союзе нет одной доминирующей страны. Лично для меня это не является отталкивающим фактором. А как для вас вот эта идея центральности России в этом? Виталий Ильич, во-первых, некорректно говорить о первых евразийцах 19-20 века, которые интеллектуалы России, ученые, люди, историки эмигрировали туда, на Запад до гражданской войны, мечтали о возвращении, рассуждали о судьбах России. Это совсем другое дело. Если мы говорим о моем проекте Евразийского Союза, это совсем другое дело. Это уже не Евразийский Союз, без слова экономический. Виза Евразийского Союза. Я хорошо изучил Фернадского, Трубецкого, Советского, я знаю, о чем они говорили, это был другой контекст, другая боль сердца образованных русских людей, которые после Октябрьской революции желали как-то обустроить эту Россию. Во-первых, отвечаю на ваш вопрос, ни о каком Советском Союзе серьезно рассуждать нельзя, это просто не серьезно, не надо говорить об этом. Во-первых, о таком виде, который был Советский Союз, не может быть воссоздан сейчас никаким образом. Во-вторых, мы должны сейчас говорить близко, конечно, к Европейскому Союзу, но тоже не Европейский Союз. У нас другой менталитет здесь живущих людей. Во-первых, мы не католики, не протестанты, которые проповедуют, и даны личные моления Богу, и, значит, ни братом, ни сватом ничего не поделюсь. Мы коллективный народ вообще, тем более казахи, вот, а в Азии, да и вообще россияне. Почему русские, которые же прожили два поколения в Казахстане, не могут тужиться даже в европейской части России, потому что у него другой менталитет, отношение выработалось, это нормально. Поэтому мы более человечественно можем подойти к этому вопросу. Я уверен, что когда наступает вот эта глобализация вся, все приходят к пониманию того, что без того, чтобы открыть для своих товаров рынков, ну, нельзя жить. нормально жить. Китай может миллиард триста населения, он может жить без экспорта, у него товар потребляется внутри, производится, продается самодостаточное. Даже Россия, между прочим, со своим населением близка, но никто другие не может сказать, что я буду развиваться темпами 9-10 процентов, весь этот товар я здесь приложу. То есть прагматично, тут никакой философии, политики большой там, Советский Союз нету. Если мы хотим каким-то образом в эту глобализацию, от чего никуда не деться, войти по-человечески, чтобы нас не размяли вообще и не сделали вообще окраины отбросами, мы должны вместе, поднимая экономику, пойти туда. Вы посмотрите, какие реформы проведены в России, в Казахстане, какие Белоруссии или на Кавказе. Они же совершенно другие. Разве могут интегрироваться разные системы экономики, допустим, социалистические, капиталистические? Почему мы не интегрировались в Европу, начиная с 60-х годов, после Сталина, после Хрущева? Да не могли. Точно так же, если в одной соседней республике совершенно неинформированная экономика, государственная, не конвертируется валюта, наш бизнесмен приходит, продает товар, получает его валюту, не хочет поменять, не может поменять на доллар или на свою, и он прекращает с ним всякие торговли, вообще взаимоотношения. То есть, по-настоящему интеграция состоится тогда, когда лидеры, элита осознают, что это необходимо, и договоримся честно перед парламентами, народом, скажем, давайте идентифицируем законы, тарифную политику, налоговую систему, пенсионное обеспечение, какой-то паритет. Выйдем, интегрируемся, поэтому, если мы философски сегодня рассуждаем, хотим повлиять на мысли и мозги элиты государств, обращаемся напрямую к их народам, я считаю, другого пути, как интеграции, нас нет. Даже при выступлении Всемирной Торговой Организации. Я прошу Россию, чтобы мы Евразесом, хотя бы пять государств, вместе вошли. Вот Киргизия вошла, ВТО, ну что из этого? Она создала проблему среди нас, пусть на меня не обижаются. Во-первых, ему надо проезжать в Европу через Казахстан, Россию, а мы не вошли туда. Мы не можем принять его таможенные тарифы. Или сейчас Армения вошла, не знаю, что там будет, Грузия. Поэтому я говорю, чтобы перед Всемирной Торговой Организацией, кстати, я председателем вот его встречался, вот Лаву сейчас, и он с этим согласен. Если мы вместе пойдем, скажем, слушайте, друзья, у вас давно продовольствия хорошо упакуются, хорошего качества, у вас стоят линии, они дешевле. Вы придете сюда со своими товарами, мы вам откроем границы, наши сельхозники вообще остановятся. А его товары наши не будут покупать. Покупать будет так и по машинам, так и по легкой промышленности. То есть здравый смысл, логика жизни, развития экономик и процветания стран говорит о том, что мы должны не Советский Союз создать, а нормальное общее экономическое пространство, где будут общие тарифы, общие железнодорожные тарифы, общие налоги, общие правила. Главное условие создания Евразийского Союза, как он видит, в частности, Султану Абешовичу, это, конечно, воля. Мы видим, что... А с волей не все просто. Мы видим, что вроде бы есть воля в объединении России и Белоруссии, например, но почему-то оказывается, что это марш на месте. Но вот, чтобы воля реализовалась, почему, собственно, воля, даже если она есть, не осуществляется? Нужны два условия. Первое, это соображение выгоды, это и есть экономика, собственно говоря, и соображение смысла, если можно так выразиться. Смысл-то в чем, да. Но вначале об экономике два слова. Дело в том, что действительно я вижу значительную перспективу, если будет воля, если будет осознана выгода, если будет реализовано окно возможностей в экономической интеграции. Кое-что уже делается, и Евразес на сегодня это, в общем, живая, развивающаяся организация. Но дальше будут вызовы. АЗС, или как его там назвать, Азиатский Союз. Да, это возможно. Что касается европейских, европейских составляющих, в частности, между прочим, и Белоруссии. Сейчас есть определенные проблемы политические, но все больше и больше европейский союз и для Белоруссии, и для наблюдателей Украины, Молдавии будет вот таким вот вызовом своего рода и соблазном. А вот смысл. То есть остается составляющая смысла. Нужна некая философия. Да, понятно, для евразийцев начала века я абсолютно согласен с Носулкраном Абишевичем. Это другой был контекст. Кстати, люди в общем исходили из плохо, хорошо ли, но сохраненной целостности. Они хотели ее осмыслить, подвести какую-то философскую, идеологическую базу. Вот под это сохраняющееся, как им казалось, насильственное единство. В общем, ну, философия и осталась философия. Это не стало политической идеологией. Никогда. Это оказался мертворожденный, очень красивый, философский, литературный, на самом деле, проект. Что сейчас мы можем сделать? Какую вот такую философию? Я надеюсь, отреагируете на эти обидные для вас слова. Нет, это не обидные слова. Это не обидные слова. Исторически так оно и было. исторически так. Сейчас действительно, действительно, сохраняется и здесь окно возможностей. Но что остается? Остается, в общем, на самом деле, в значительной степени единая культура. Культура, основанная на русском языке, конечно же, и пока язык остается, вот это окно возможностей сохраняется. Если это будет исчезать, это окно будет закрываться. То есть, возможность создания Евразийского союза, это не какая-то вещь на все времена. Это то, что надо делать в определенные сроки, определенным образом. А для этого еще очень много надо осмыслить самим в себе. Александр Кириллович, я полагаю, что на самом деле всякое объединение, оно исторически обусловлено, имеет идеологию, соответствующую той эпохе, в которой происходит. Я полагаю, что Евразийский союз это вполне реалистичная, современная, актуальная концепция, которая основывается на принципе демократического объединения, суверенных государств, некий тип конфедерации. Причем, с преобладанием, как уважаемый господин Дорожбайов, совершенно верно подчеркнул, я бы сказал, социально-экономических интересов. И все прагматические. Прагматические в том числе. Я бы обратил внимание на вот идею Исмаила Гаспринского, очень теоретика тюркского возрождения, начала века, который говорил об общности судьбы. Он говорит, что объединяет тюрк и славян в не только империи, не только государственности, общность судьбы. То есть, некий цивилизационный, геополитический, культурный, куда входит и язык, и масса других. Вот это общность судьбы, историческая общность судьбы. Это цивилизационная подоплека. Дальше эта цивилизационная подоплека может остаться в Туне, если не будет конкретных, прагматических, грубых интересов каждого участника этого союза. И они сейчас как раз налицо. Мне кажется, мы должны предложить евразийство как проект некой региональной глобализации, как подготовительные ступени, промежуточные ступени для, скажем, открытости к востоку и к западу. И здесь, мне кажется, неверно противопоставлять евразийскую интеграцию, европейской интеграции. На мой взгляд, это просто два направления очень сходного, близкого процесса, направленных к единой цели. Европе совершенно не потянуть никакую Украину, я уже не говорю про Белоруссию. В нашем же евразийском союзе социально-экономическом образовании этот такой атипичный асиместричный предаток белорусской экономики очень нужен. Он очень может быть прекрасно туда интегрирован. Я полагаю, что это исключительный момент. И в данном случае идеи Назарбаева мне представляются просто, ну, сверхактуальными. И чем более будет здравая политика в России и в других странах СНГ, тем, мне кажется, будет быстрее скоростным образом создаваться евразес. И слава богу, что признаки этого есть. Я считаю, что мы не должны отгораживаться от цивилизованного мира. Наш путь куда? Там, где есть деньги, там, где есть технологии, там, где есть будущее. То есть, запад. Правильно? Ни в коем случае мы не ставим этот вопрос и нельзя так ставить вопрос. Если, допустим, европейская часть СНГ, Украина, Беларусь желает вступить туда, как вы сказали, им будет интересно, да, будет интересно. Абсолютно вы правы. Они в очереди будут стоять очень долго и мы знаем почему. Так вот, если мы по-настоящему создадим Евразийский союз, мы все будем привлекательны для Европейского союза. То есть, мы на более, так сказать, солидной основе пошли бы туда, в этот цивилизованный, развивающийся современную Европу. Распад Советского союза высветил, на мой взгляд, очень простую истину. Те государства, которые образовались на развалинах Советской империи, очень различны. Они очень разные по своему политическому строю, политическому устройству, по своей исторической и культурной традиции, по степени политической свободы, экономической свободы. И эти различия, на мой взгляд, они гораздо существеннее, гораздо серьезнее, чем различия между странами, входящими или претендующими сейчас на членство в Европейский союз. Вы имеете в виду не только различия между Россией и Туркменистаном, но и между Россией и, например, Казахстаном? Да, безусловно, и между Россией и Украиной, между Россией. Так, и между Россией и Украиной? И в России, безусловно, мы видим и в политическом, и в экономическом плане очень серьезные расхождения. И важным моментом является то, что и национальные элиты, которые пришли к власти в этих новых государствах, они во многом разнородные, имеют разновекторную направленность. Часть этих элит ориентируется на Запад, часть на Восток. И во многих государствах, как мне представляется, есть и альтернативы Евразийскому союзу. Ориентация на пан-тюркизм, скажем, как возможную схему экономического и политического интегрирования. Это налаживание связи с Европейским союзом напрямую. Это интеграция с НАТО, что мы видим, скажем, на примере Грузии. Это более тесные связи с Китаем, что тоже может восприниматься как одна из парадигм возможного... Это три вектора. Европа, совостоятельную Европу, пан-тюркизм, либо с Китаем. Три. Ну, три основных, будем говорить. Я не уверен, что евразийская идея наиболее будет популярной среди всех этих направлений, учитывая известную слабость России как цементирующего фактора, поскольку, как мне видится, именно в сторону России наиболее мощного государства, наиболее сильного в экономическом отношении, по своим ресурсам, именно в сторону России обращены взгляды тех, кто выступает за Евразийский союз. На мой взгляд, растущие сейчас новые элиты, которые далеко не так однозначно ориентированы в сторону России, а это, скорее, может быть, ориентация, идущая и свойственная прошлому поколению. На мой взгляд, эти новые элиты будут не столь однозначны в своем отношении к идее Евразийского союза. И здесь, на пути реализации этой идеи, я думаю, возникнут многие препятствия, которые мы сейчас отчетливо и не видим. Я бы не стал недооценивать степень разнородности Европейского союза, особенно в момент создания ЕС через Э, которая еще с Э. Греция и Швеция, это все-таки, ну, тогда, скажем, там, не знаю, в Великобритании, Германии, очень разные страны. И Европейский союз создавался европейское сообщество, создавалось как способ решения политической проблемы, чтобы не возникла Третья мировая война на территории Европы, прежде всего, как способ решения германо-французских противоречий. Вот если на нашей территории найдется такая идея, ну, искать можно в разных направлениях. В частности, почему бы не поискать в направлении создания механизма, который позволил бы избежать реализации сценария, на самом деле, достаточно такого странного, но, тем не менее, могущего стать реальным, конфликта цивилизаций. Я не разделяю пессимизма Евгения Степановича, то есть, я считаю, что надо оценивать события в перспективе такого понятия, как политический цикл. Мы совсем недавно пережили некий постсоветский либеральный цикл, когда элита действительно многих независимых государств постсоветского пространства мыслила категориям националистического эгоизма и считала, что каждого из них в обход другого скорее примут на Запад. Если вы дистанцируетесь от России, то вас первыми мы примем. А Россию, в свою очередь, говорили, что если вы дистанцируетесь со своих азиатских братьев, то вас скорее примут. За что это была такая стратегия? Я думаю, эта стратегия уже позади. Я думаю, что элита, в том числе и те, которые остались у власти, даже я сейчас не имею ротации, которая тоже будет, я думаю, уже умудренным опытом вернется непременно к идее интеграции, к идее Евразийского Союза. Но я бы не преувеличивал чисто прагматическую составляющую этого Союза. И не случайно, действительно, Виталий Тович как говорил, о некой традиции культурной. Действительно, в основе евразийской идеи лежала определенная культурная традиция. Надо вообще сказать, что разрабатывая стратегии, разрабатывая стратегии, мы до сих пор слишком много уделяли внимания односторонней экспертизе такой экономической, военно-технической, в лучшем случае геополитической. Вы знаете, серьезная стратегия имеет одну гуманитарную составляющую. То есть, что такое идентичность народов, социокультурная идентичность, какова их социокультурная память, насколько пригодится эта память для строительства больших проектов будущего. Вот все эти гуманитарные вопросы необычайно важны. На основе индивидуалистической модели, индивидуалистической парадигмы, вообще нельзя выжить в Евразии и строить какие бы то ни было союзы и проекты. Вообще, индивидуалист, это такая разновидность политического животного, которое в Евразии жить не будет. Слишком здесь жесткая среда в географическом, в климатическом отношении, в геополитическом отношении. Поэтому законченный индивидуалист, особо такого гидористического склада, обязательно будет искать свое этичество где-нибудь в лучших краях, но не у нас. В Евразии строит индивид, готовый к коллективному сплочению, к коллективной жертвенности, это непременно, к коллективной идентичности. И вторая поправка, это очень важная. Сегодня как-то мы все поспешно стали идентифицироваться с гражданским обществом, стали все кричать о гражданском обществе, забывая об одной вещи. На наших глазах прошла катастрофическая деформация самого понятия гражданского общества. Сегодня гражданское общество в рамках либеральной идеологии интерпретируется как социал-дарвинистская среда. То есть, я выживаю, сосед пусть погибнет. Вот на основе социал-дарвинизма в Евразии ничего выстроить нельзя. И с этой точки зрения, я думаю, будущее, большое политическое будущее прилижит тем политикам, которые не постесняются сказать, мы строим не только гражданское общество, мы возрождаем большое социальное государство. Государство для недостаточно социально защищенного большинства. Вот я думаю, когда мы говорим о Евразии, об индукционных процессах в Евразии, очень важно взять на вооружение не только единое экономическое пространство, вообще экономическую идею как таковую, экономическую цельсанразность, на вооружение большую социальную идею. Большая социальная идея это тоже идея интеграционная. Социальная идея это быть большой интеграционный я хочу поспорить с Евгением Степановичем, уважаемым, не поспорить, а просто подтвердить то, что я среди вас оказался единственный действующий президент. Когда меня избрали впервые президентом в 90-м году, мне было 50-е где-то. А не было кадров знающих, как рынок вести, что делать составлять, свобода этой, которая пришла. Ну, нет опыта, нас ведь не учили. Я набрал 30-летних парней и девушек с образованием МГУ, кто-то стажировался. Вот эти все ребята теперь со мной работают, им по 40 лет. Я вам хочу сказать, именно они, они новая элита, хотят этой интеграции больше. И я чувствую, они среди своих сверстников в России находят самых горячих поклонников. Вы абсолютно правы, Александр Сергеевич. Не будет наоборот. А когда осознанием, когда мы, которые, значит, побыли там, теперь были здесь, у нас что-то там держат, мы оттуда пришли, из того общества, это, с одной стороны, хорошо. Мы знаем, откуда мы вышли, мы знаем, примерно, куда мы идем, мы знаем, куда мы не хотим идти. Вот это мое преимущество, моего поколения. А молодежь именно этого хочет. Вторая практическая добавка моя заключается в том, что все же начало нашей тяжелой жизни наших людей должна быть экономика, чтобы интеграция начала ощущать простой человек. Надо показать простым людям, да, чтобы заработали, торговая пошла нормально. Вагон с грузом выходит из Казахстана, угля, заходит границу России, тариф становится в полтора раза выше, сразу. Трубопроводная система, как только переходит границу России, становится в три раза дороже тарифы. То есть, продовольственной пшеницы, которой нету сегодня Беларуси, у них фуражное, оно нам нужно, а продовольственное мы им даем, за это мы получаем трактора, он становится совершенно невыгодным, абсолютно. За 10 долларов продаешь, за 4 доллара туда привезешь, будет 14 стоимость. то есть, понимаете, здесь вопрос такой, могут сказать, ага, опять Россию обвиняют, что он там не делает. И это с российской стороны резонно ставится вопрос, что Россия при этом потеряет, точно потеряет. При объединении Западной Европы потеряла, Германия потеряла, и очень сильно потеряла, но потеряла, потом приобрела, старится, и все это дело за счет общего пространства и объема торговли. Россия ставит очень резонный вопрос, я поддерживаю. Хорошо, на сегодняшние одновременные сдержки Россия идет, а что потом, значит, сменится там, придет другой президент, завтра каждый будет соскакивать с этой общей телегой. Давайте, если мы друг другу не доверяем, создадим единую наднациональную комиссию по тарифам и торговле, не подчиненной ни одному из государств, я предлагаю, например, пусть его центр будет где-нибудь не в Москве, где угодно. Это наднациональный, мы даем порядок, расписываем его положение, его работу, потом этот документ ратифицируем в парламентах и сделаем законом, чтобы никакой следующий президент и правительство не могло сменить. Тогда Россия на это пойдет. Я считаю, что где политически, на перспективу, стратегически, России это необходимо. И Россия должна пойти на эти сдержки ради большого будущего будущей интеграции ради всех нас. И тогда и народы будут благодарны во веки вечные. И мы будем вместе процветать, и безопасность наша будет крепче. А как нам быть с теми государствами, которые логично входят в евразийское пространство, но пока, скажем, в Евразес не входят Узбекистан, Туркменистан, Украина, Беларусь. Это ведь тоже часть Евразии в нашем понимании. Какие-то идеи есть у вас? Как их интегрировать, подтянуть? И реально ли это на сегодняшний день в обозримую перспективу? Сразу хочу сказать, могут меня потом критиковать, я думаю, что сменится поколение, и к этому обязательно придут. Я уверен. Но сегодня мы сказали так, раз в СНГ такого нормального объединения, единого экономического пространства, или как украинский президент говорит, зона свободной торговли во всем СНГ не получилась и, наверное, не получится. Мы сказали, кто желает добровольно идти в таможенный союз? Когда Евразес отвергли, как таковое, я же предложил таможенный союз, а таможенный союз должен иметь общую границу. И внутрь этой границы должны заходить на других условиях, потому что мы внутри согласовали единые условия для всех, для нас. Понимаете, поэтому это добровольные. Вот чтобы те входили, абсолютно правильно вы вопрос задаете, я сегодня разговариваю и говорю, мы в Евразес должны показать, вы посмотрите, здесь торговля растет, здесь экономика растет, здесь друг другу помогают, здесь открыто обучаются дети во всех пространствах, особенно в России, здесь общаются, здесь все, давай входите, выгодно, сами народы будут подталкивать элиту, давай пойдем туда, смотрите, там люди лучше живут, другого я не вижу. Я все-таки хочу поставить два определенных жестких вопроса. Меня смущало, как я говорил, некое единомыслие, которое здесь царило, но второе, что меня смущало... Это обязательно надо ругаться все. Да, не ругаться... Второе, что меня смущало, вот Александр Сергеевич отчасти это, здесь меня поддержал, да и Алексей Михайлович, когда он говорил о смысле вот этого Евразийского Союза. Вот это экономическая основа. Да, она была в Европейском Союзе первоначально очень сильна, вроде бы, над этим надстраивала все. был и прагматизм не допустить войны на этой территории. Но когда все сложилось, расцвела экономика очень сильно, появился комфорт практически во всех странах Европы, военных конфликтов не было на территории самой Европы, больше того, отпал Советский Союз, как некий там потенциальный агрессор, который нависал над Европой. Один-два серьезных, одна-две серьезных коллизии международных, вот Ирак сейчас, раскололи Европу. Откуда убежденность в том, что Евразес или Евразиатский Союз, даже без экономического этого слова, сложенный вот на этих основах прагматических, да, население будет лучше жить, не расколется при какой-то геополитической альтернативе. Вот по отношению к Ирану, Ирак немножко далековат от этих территорий, а Иран ближе гораздо. Вот если, допустим, американцы то же самое захотят сделать по отношению к Ирану, все это экономическое единство интересов, оно может расколоться моментально. Виталий, мне кажется, что, во-первых, о Европе рано ее хоронить, далеко рано хоронить. На самом деле, в странах евразийского пространства, на постсоветском пространстве влияние американских элит гораздо более слабое, чем в Европе. На самом деле, мы гораздо ближе друг к другу, если не считать эксцессы некоторых эксцессы суверенности, неких почти фрондирующих политических элит, ставящих на национализм на постсоветском пространстве, в том числе, кстати, в самой Российской Федерации. Это тоже не исключение. Гораздо меньше влияния, собственно говоря, США. Более того, мне кажется, важнейшим залогом прочности такого объединения это тот факт, что Евразийский союз решает все этнические проблемы, в том числе проблемы русские в Казахстане, или, скажем, казахов в России, или представителей азербайджанцев в России. Махом, одним ходом, одним жестом, без всяких депортаций, без всяких межэтнических трений, без всяких столкновений и конфликтов, мы решаем сложнейшие проблемы наличия миллионов наших соотечественников, разных всех, которые оказались рассеянными в состоянии диаспор и по большому счету страдают от этой национально-государственной модели, в которой они оказались, в том числе от российской. Поэтому, мне кажется, столько много плюсов, столько, так много фундаментальных аргументов в пользу Евразийского союза, столько проблем решается одновременно путем достаточно естественного, логичного, демократического шага, что, мне кажется, вбить клин в этот, ну, очень будет сложно. Миссия России историческая, геополитическая миссия, она уже определена. И как бы мы не спорили, кто бы как бы не пытался это так или иначе взвесить, Россия является центрообразующим фактором на данном этапе истории всех нашей общей судьбы. Вот вы выразились, сказали, что фактор русского языка, он сюда входит. Это преимущество, кстати, наше историческое преимущество, в Европе нет такого языка общего для всех. Там каждый, значит, немецкий, французский, итальянский, сами по себе, но они потом должны взаимопереводами, так сказать, общаться. У нас уже освоено это. Не будем терять этот дар истории. Евразийский союз это тот корабль, на палубе которого мы все должны расположиться. Мне хотелось бы ответить на ваш вопрос о том, возможен раскол в Евразийском. На мой взгляд, да. Дело в том, что сейчас, если мы четко видим какие-то общие моменты в области экономики, таможенный союз, о котором говорил господин Назарбаев, то во внешней политике ситуация гораздо более аморфная. Я даже не касаясь вопроса Ирана или Ирака, на мой взгляд, здесь позиции несколько расходятся у различных стран, входящих сейчас, будем шире говорить, в СНГ. Но возьмем даже один острый вопрос. Чечня. Так ли среди наших партнеров по Евразийскому союзу или более широком контексте СНГ такое ли единое отношение к этому вопросу и такова ли единая поддержка оппозиции России. Вот это вопрос, который, на мой взгляд, это полное, расхождение глубоких нет. Я разговор в данном случае об общественном мнении, о настроениях элит определенных части. Здесь много вопросов, на которые, на мой взгляд, пока нет ответов. Поэтому, наверное, в Европе сейчас ставят вопросы даже о президенте Объединенной Европе, о правительстве Объединенной Европы. Я задаю последний вопрос, тоже для короткого ответа каждого, чтобы подвести не столько итоги, сколько, чтобы каждый акцентировал какую-то свою позицию. Но перед этим хочу сказать несколько слов. Все-таки, мне кажется, Султан Абешич, извините, мы с вами давно знакомы, вы мне простите, вы как президент давите не физически, а ментально на всех здесь. Дело в том, что можно скрывать свои позиции от кого угодно, но от самих себя. Но это рано или поздно заметят другие и непременно заметят. Укрепляя общую экономику, налаживая общие, возрождая общие социально-культурные связи, тем более языковые. Но неужели мы думаем, что Объединенная Европа или Китай или Соединенные Штаты Америки будут говорить, смотреть на все это и не думать о том, что складывается, вновь складывается могучий геополитический субъект, который может противостоять Китаю или по крайней мере оппонировать то же самое Объединенной Европе с самим Соединенным Штатом Америки. Ну, Сутан Назарбаев он президент официальный статус имеет, он не может всех своих тайн раскрывать. Я надеюсь, что у него есть какие-то еще вторые, третьи мысли на сей счет. Мой финальный вопрос... Ну да, хитрый азиат, как обычно... Да. Мой финальный вопрос. Ну, я принимаю вот логику, которую здесь в основном все руководствовались. Допустим, нечто созрело, некий смысл, более явно мерцающий или несколько скрытый все равно существует в этом. И вот это единство автоматически возрождается. При всех разногласиях внутри действительно Европейского Союза все-таки как единый геополитический субъект, он уже действует во многом, начинает действовать. И не за горами действительно единая Конституция, реально единый парламент, возможно, даже европейское правительство и может быть даже президент. Мы с другой точки старта начинали, но развиваемся, интегрируемся в несколько более короткие сроки, так получается. Когда, на ваш взгляд, вот если будет складываться по этой модели, когда Евроазиатский Союз станет чем-то реально напоминающим вот хотя бы нынешний Европейский Союз, как консолидированная структура через год, через три, через пять, через двадцать пять, через сто двадцать пять. Ну, я думаю, к десятому году уже можно будет. То есть, это довольно быстро. Ну, мне хотелось бы еще быстрее. Если судить по темпам интеграции в рамках европейского сообщества, то, я думаю, этот процесс очень длительный и при самом благоприятном раскладе это, видимо, растянется на целое поколение лет 35-40, может быть, 50. И потом, я вспоминаю исторический разговор Ивана Петровича Павлова с Николаем Ивановичем Бухариным. Вы знаете, Бухарин пытался Павлова убедить, как будет хорошо при коммунизме, и Павлов вроде бы уже согласился, потом перебежал на другую сторону дороги и крикнул, а вдруг все будет наоборот. Вот мы сегодня нарисовали идеальную модель евразийства, но мы пока не можем предугадать, какова будет реальная ситуация экономическая, политическая на этом пространстве, какие неожиданности мы можем встретить и во вне. Через 35 лет, наверное, будет уже что-то иное, если не успеем. Да. Я думаю, что речь идет, конечно, о поколенческой смене элит. То есть, те элиты, я думаю, это лет 20 все-таки потребуется в среднем. Для чего? Для того, чтобы ушли те элиты, которые слишком однозначно связались с атлантизмом, с проамериканской политикой в Евразии, а во-вторых, должна смениться опять доминант. Вы знаете, 50 лет в Европе вообще в мире доминировала левая идея. Со времен нового курса Розвельта и до неоконсервативной волны в США, в Европе. Около 50 лет. Сейчас доминирует правая идея. Правая идея для Евразии идея не объединительная, а разъединительная. И вот на волне, на гребне левой фазы мирового цикла поднимутся совершенно новые политики Евразии. Носители социальной идеи, носители социального государства и носители социальной интеграции. Я полагаю, что процесс объединения и создания Евразийского союза это то, что мы увидим при нашей жизни, при нашем поколении. Я полагаю, что какие-то процессы политические вообще на территории Евразии, на территории России, СНГ проходят очень быстро, уже набирая какой-то совершенно невероятный ритм. Очень многое зависит одновременно и от личности. Сейчас, мне кажется, у нас удачная фаза в России президент патриот, который действительно болеет и переживает за судьбы государства и народа. Слава Богу, в Казахстане тоже президент евразийц и еще, как бы сказать, скажем, изначальный основоположник этой тенденции. Это уже немало. Учитывая благоприятную евразийскую конъюнктуру, сложившуюся сегодня на подставетском пространстве, это может пройти в течение действительно десятка лет, как уважаемый Ченгей Сайтматов сказал. И, кстати, я хотел бы обратить внимание, как легко апрель, что такое евразийство. Вот кто такой Ченгей Сайтматов? Он писатель чей? Советский, классик чего? Советский, киргизский, советский, русский, все не то. Это великий евразийский гений, на мой взгляд. И вот, когда говоришь, что такое евразийство, это Ченгей Сайтматов, вот это классик евразийской литературы, евразийский гений. Всем все становится понятно. Я принципиально отказываюсь отвечать на вопрос о сроках. Все прогнозы, которые давались в 40-50-х годах, тогда именно делались в отношении будущего Европейского экономического союза, оказались, в общем-то, ирелевантными, по большому счету. Прогнозы были очень разные. Я думаю, мы сейчас на всех ветрах находимся, и, в принципе, ничто еще не предопределено. Но, если есть воля, если будет воля, если будут выполнены два условия. Первое, это объяснение самим себе смысла вот этого объединения, глубинного смысла этого объединения. И второе, это демонстрация некоего резон дэтер, тоже обоснования некоего для внешнего мира этого союза. Вот тогда, действительно, я думаю, процесс может пойти даже быстрее, чем мы сегодня ожидаем. Когда вы сказали, что, возможно, против этого союза выступят внешние силы, думаю, что да, такая возможность совершенно реальна. Но для того, чтобы этому противостоять, надо, во-первых, действительно обладать волей и мужеством, прежде всего, самим. И второе, представить некие аргументы этим силам, аргументы, которые покажут, что этот союз и в их интересах тоже. Но, в конце концов, тот же договор о коллективной безопасности не вызывает никаких особых возражений, не только потому, что он не так эффективен, как хотелось бы, но, в частности, потому, что он, например, выгоден тем же Соединенным Штатам. Султан Абедович, вам еще конкретно. Когда вы надеетесь стать президентом Евразийского союза? Взяв тот текст 1994 года, сказать, о, все, что я написал, уже сделано. Да. Хотелось бы дожить, честно говоря, до этого момента. Искренне говорю. Но, философски, можно рассуждая, сказать, что все может быть, все может быть. ни от чего мы не гарантированы, действительно. Во-первых, я считаю, что нам надо сохранить СНГ хотя бы таким, как он есть. Пусть его называют клубом президентов, местом встреч, и так далее, и так далее. Это очень полезно, когда главы государств с глазу на глаз снимают какие-то нарастающие конфликтные даже моменты, свидетелем которого я был. Это первое. Поэтому давайте не будем предопределять. Давайте мы будем работать в этом направлении неустанно, каждый день. Я могу больше сказать, поскольку не хочу Виталия Тововича разочаровать, что у меня внутри есть что-то там еще скрытное. Например, если вот так вот получается, я уже председатель Евразии несколько лет, я бьюсь, работаю, занимаюсь, не буду сейчас критиковать, но я, например, объективно, честно вчера российскому президенту предложил. Давайте создадим единое экономическое пространство России и Казахстана. Никого трогать не будем. Никого. Мы только всех друзей предупредим. Граница будет у нас внешняя, таможенная, общая. Идентифицируем все, оно почти одинаково. Откроем границы, тарифы будут одинаковые, все, какие есть, и начнем работать. И покажем через год. Смотрите. Пусть меня, на меня не обижаются, я привержен этой идее, убежден просто, что оно выгодно всем, я иногда не понимаю, сам с собой, когда рассуждаю, почему не поддерживают активно такую замечательную идею. Работать нам всем надо в этом направлении, длинно и ночно, чтобы это случилось. Спасибо. Я надеюсь, что из этой передачи все-таки кто-то уловил вот этот смысл, резон детер, смысл права на существование вот этого юразийского пространства как чего-то более организованного, чем сейчас. Если это сложится, посмотрим. Спасибо. До новых встреч в передаче «Что делать?» Субтитры создавал DimaTorzok